Получил повестку «Вперед в военкомат!». В этом году на заседание в весенней призывной комиссии должны явиться более тысячи человек. Причем призывы в армии подлежат только чуть более трехсот новобранцев. Для того, чтобы понять, есть ли отсрочки у будущих солдат, годны ли они по состоянию здоровья, и выяснить иные причины, мешающие идти на службу, молодые люди проходят специальное медобследование, причем в большем объеме, чем это было ранее, и затем являются на заседание призывной комиссии. «Товарищ председатель призывной комиссии, Москва Владимирович, на призывную комиссию прибыл». Представители призывной комиссии подробно расспрашивают новобранца о готовности отдать долг родине и выясняют ряд обстоятельств, по которым призывник может получить отсрочку. Если таких фактов нет, то будущие защитники заполняют анкету и ждут распределения по войскам. «Представлены практически все рода войск, в том числе и президентский полк, четыре человека у нас уходят молодых, и один человек идет в ЦСК, в спортроту». Ну а также другие войска и подразделения ВДВ, МВД и так далее. 26-летний Владимир Буйклян уже отслужил. Шесть лет назад он числился в рядах спортроты ЦСК. На заседание комиссии его вызвали для пересмотра документов. Сейчас, уверен молодой спортсмен, служба в армии стала проще. «Конечно, легко. Легко надо служить. Тем более, сейчас не два года, а год надо служить. Я считаю, что каждый мужчина должен служить в армии». Такого же мнения в последнее время придерживаются многие. И, как отмечают в военном комиссариате, уклонистов стало меньше. Тем не менее, некоторым молодым людям служба в армии не нужна. Иван Угрюмов, например, считает, что даже год службы может не лучшим образом повлиять на его футбольную карьеру. «Я вот уже в Сочи как пять лет, и вот уже вот играю пять лет уже в Сочи. За Сочи здесь местную команду. Их спорт». «И как ты считаешь, что если ты уйдешь в армию, что там будет плохое?» «Ну да, год в армии. От неча делать, от безделия. И все. Буду в армии только и все. А без спорта никак уже». Хотя, казалось бы, сейчас служба в армии должна казаться призывникам намного привлекательнее. Весенний призыв ознаменован рядом приятных нововведений. Каждый военнослужащий получит персональную электронную карту с биометрическими данными. По ней можно будет узнать медицинские показатели, биографические данные и сведения о профессиональной подготовке молодого бойца. Это поможет упростить воинский учет граждан после их увольнения в запас. Кроме того, перед отправкой в армию новобранцы получат современный комплект средств личной гигиены. А уже отслужившим будут предоставляться льготы при поступлении в ВУЗ. Первая партия сочинских защитников отправится на службу в мае.